всем привет хотите увидеть леденящую душу игру на нинтендо ну и лишь на дэнди это не костальване это не гост энд голос не гост энд гоблинс это дракула брема стокера вольный пересказ в виде игры недавно вышел фильм ремейк 2014 года по брему стокеру дракула но он получился честно говоря какой-то слабоватый в в отличие от фильма 92-го года. Поэтому предлагаю вам погрузиться в игрушку Дракула Брэма Стокера на Nintendo. Вообще она очень мрачная, очень пугающая. Здесь звуки подстраиваются под игрока и просто начинают реально трясти ваши уши, особенно играешь, когда в наушниках. Почему-то всегда боялся в нее играть. Представляя, как я бегаю по этим лабиринтам, замкам. Вот, и музыка, соответственно, подхлестывала на эти эмоции. Ну, давайте же начнем смотр, поставим изи. Вообще рекомендуется играть на харде, потому что вы увидите все уровни, все вставки, все, что есть в этой игре. А если играть на изи, то получится не все уровни, и пройти игрушку не получится, насколько я помню. Поэтому для смотра мы выбираем изи, потому что мы все проходить не будем, а уже когда будем проходить, будем выбирать режим хард. Ну что, поехали. В дневное время сцена первое путешествие сквозь Трансильванию. Ну, или через Трансильванию. Итак, ну как? Слышится, да? По звуку как? Как оно? Мрачно. Здесь можно сократить путь, но мы этого делать не будем. Мы пройдемся полностью по всей локации. Ибо это интересненько раз. Итак, нам попадаются кубики со значками вопросиков, где находятся различные руны, здоровье и оружие. Так, аккуратно. Чуть не наткнулся на шипы и на бамбуковые копии, прорастающие из-под земли. Так, взяли топорчик. И вот здесь мы проваливаемся вот таким вот образом. Протаптываем себе дорожку. Так, туда нам не нужно. Итак, наступила ночь. Как вы видите, наступила ночь. И что? Правильно. Повылазила всякая нечисть. Так, убиваем. Проходим дальше. Посмотрите, да? Под землей лес. Ну же. Появляйся. Зомби вылазят из-под земли. Мертвецы какие-то и прочие-прочие нечисти. Итак, мы прошли первую локацию. Сцену One Day Time Complete. Уже побежали мурашки от этих звуков. Я не знаю почему, но чем-то игра именно это цепляет. Я всегда представлял, как я здесь бегаю. Так, ночное время, сцена первая. Путешествие сквозь Стратсильванию. Но это был больше туториальный уровень. Послушайте эту музыку. Эти звуки все. Как будто что-то случится сейчас. Какая-то вот паника такая в душе. Не знаю, почему здесь так сделано, но это реально удалось разработчикам. Насколько они хотели, конечно, это передать нам. Учитывая, что это 8 бит, и графика здесь немножечко слабовата. Но как сказать слабовата? Хотя я бы не сказал так. Посмотрите на четкую анимацию главного героя. То есть он перемещается очень даже классно. Очень плавненько. Управление очень отзывчивое. Так, эту штучку я не взял, да? Ну ладно. Я не помню, что оно дает. По-моему, какие-то очки. Но не более того. Так. Прыжок очень контролируемый. И спускается он на платформу тоже очень классно. Так, возьмем камушки. Они нам пригодятся больше всего. Вроде бы. Так, взяли. Иди сюда. Здесь уровни кишат просто боссами. Поэтому сейчас вы в этом сами убедитесь. Сейчас мы пойдем к боссу. Так, аккуратно. Что-то я паникую. Небо, смотрите, сзади меняется, да? Когда мы перемещаемся именно. Так. Отлично. И сейчас будет первый босс. По-моему, какой-то призрак тени. Или что? Теневой призрак. Что-то такое. Постараемся его одолеть. Но, не знаю, мне страшно играть. Графика все-таки здесь на уровне. Ну, появляйся, скотобаза. Вот неправильно я сделал. Не так надо было делать. Так. Не получилось. Отлично. Задел. Вот таким вот способом нужно убивать этого босса. Потому что по-другому у вас просто не получится. Хотя есть несколько вариантов. Кто-то факелами мочит. Кто-то топориками. Но я предпочитаю делать это именно вот таким образом. Так. Так, по-моему, проще получается. Есть еще и второй раз зацепили тоже. Ага. Но не всегда он появляется там, где нам надо. Так. Аккуратненько. Спускаемся вниз. И, по идее, он должен идти наверху. Вот здесь я тупанул, конечно. Так. Немножко остается. Так, иди наверх. Нет? Не пойдешь наверх? Подлец какой. Летающий, а? Ну иди сюда. Тьма. Здесь, конечно, все это образно представлено. Посмотрите, да? Это заметно, что здесь все образно. Блин. Я туплю. Ааа. Камушки дают. Две жизни остается. Давай наверху. Есть. Фух. Прошли. Я что-то волновался, что не пройду первого босса. Потому что я играл в эту игру действительно очень давно. Наверное, лет... 20 точно, наверное, назад. И вот запускаю ее именно сейчас, когда играю на канале. Делаю мини-смотр. Так. Сцена первая. Night Complete. Daytime. Дневное время. Сцена 2. Фух. В ловушке в замке Дракулы. О, да. Посмотрите на эту игру. Сколько здесь тайн и загадок. Это просто нереально. Если подумать. Так. Выключатели появляются. Элементы управления. Взаимодействие. Часики подбираем, чтобы удлинить себе времечко. Так. Вот и приехала наша платформочка. Так. Пробегаем. Везде лава. Еще очень мрачно выглядит. Хоть и графика, как видно, примитивная. Но выглядит это реально очень страшно и гнетуще. Вы сами это видите. Че я объясняю по 100 раз одно и то же. Так. Фонарики помогают нам вернуться после смерти на то же место, где мы... Когда мы, допустим, погибнем. Вот сейчас я помру, если... То нам позволит это вернуться. Блин! Есть, я взял сердечко. Так. Все, наступила ночь. Шутки в сторону. Так, так, так. Точно, точно. Здесь везде в этих секциях появляются призраки. Так. Да. Помню. Еще что-то я помню все-таки. Ох. Как же это сделано-то, а? Так. Не получилось у меня пройти туда. Но ничего. Приседать можно. Очень классная особенность. Ну, управление здесь сделано от души. Честно вам скажу. Очень удобно играть. Но не стоит тупить, потому что неприятность может быть повсюду. Вот видите, и сверху стреляют эти рты. И что здесь только нет. Так, проходим. Благо, хоть не появляются враги заново вот именно в этих местах. Так, больше похоже на зубы. Ну, естественно, это так и сделано. Так. Здесь вообще много всего сделано для того, чтобы направить вас на ложный путь. Но на самом-то деле. Есть путь в эту секретную комнату в другой стороне. Так. Ладно уж я не побегу на пролом. Ибо ничего хорошего это нам не даст. Так, здесь нужно присесть. Ага. Если шипики вылазят, нужно присесть просто-напросто. Так. Здесь появляются руки страдные какие-то из стен. Вот это вот меня всегда пугало еще. Огромные руки. Вот видите. Так, аккуратненько. Здесь можно проломать вот эти вот кирпичика два. Но этого делать не стоит совершенно. Вообще, по-моему, нужно... Так. Здесь нет. Здесь тоже не стоит проломывать ничего. Тут руки. И эти панельки проваливаются вниз. А вот здесь вот стоит уже проломать пол. И здесь будет секретная комнатка. Так. Какого-то товарища спасли. Я не помню, кто это такой. По-моему, какой-то товарищ. Честно говоря, вообще что-то как-то я попутался. Я не помню сюжета. Но я знаю, что мы играем за репортера. Который должен сбежать из замка. Спасая кого-то. Какой-то такой трактат был. Может, я и не прав. Ну, все, что по памяти помню. Так, время кончается. Вот это вот печаль. Время кончается. Это беда. Давай-давай-давай-давай-давай. Побежали-побежали-побежали-побежали-побежали. Быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. Девять секунд. Так, шесть-пять. Я успею. Я успею. Я успею. Есть, я успел. Вообще прям. Буквально в последние две секунды я успел это сделать. Ну, заговорился. Много хочется рассказать. Еще и страшная игра. От нее до сих пор как-то, я говорю, мурашки по телу бегут от этой игры. Не знаю, может, у меня просто так получается. Я не знаю. Пишите свои впечатления в комментариях. Как у вас будет от этого. От этой игры именно. Эмоции какие будут. Четыре минуты дают нам. Так, отлично. Сердечки взяли. Здесь будет второй босс. Смотрите, тройные камушки я взял, да? Здесь будет второй босс. По-моему, мистерс или как ее называют, женщина. Женщина какая-то будет, в общем. Вроде бы. Если я не ошибаюсь, ничего не путаю, то будет женщина. О, это интересно. А вот эту комнату я не помню совершенно. А, нет, помню, 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 вру. Почему я врать-то так люблю? Так, аккуратненько. Проталкиваемся. Я профукал жизнь. Ёколы мэне. Вот чудак. Вот чудак. Так. Как здесь-то пройти дальше? А, нет, не так. Нужно вспоминать. Вот я чудак. Я профукал жизнь целую. Блин. Ванап. Ну ладно, сейчас это не принципиально, в принципе. Ага, в принципе, это не принципиально. Так, нам сюда. Все верно. Так, эта штука управляется вниз-вверх. Да. Это мы сами управляем ею. Так, аккуратно. Фонарик берем. И вот здесь сейчас появится вот эта леди. Опа. Вот я не помню, как правильно ее проходить, правда. Угу. Как-то так. Да что ж ты такая сволочь-то? Да, неправильно я сделал. В общем, надо тактику вспоминать. Ибо не все так просто. Кажется, на первый взгляд, блин, какая напугающая-то игра. Но его в баню. Так, как-то так надо контролировать ее движуху вот эту вот. Ну, достаточно пропустить ее несколько раз вроде бы, и все нормально будет. Нет? Блин, не получается. Не могу вспомнить правильную тактику. Ладно, давайте еще раз попробуем. Если не получится, то... Извините. Не вышло, значит, у меня. Да твою дивизию. В общем, по центру надо стоять, походу. Да. Так, аккуратно. Я постараюсь пройти. Я волнуюсь, конечно. А! Да зачем я туда побежал? Надо было просто подождать. Ну, что ты... Так, вот мы погибаем в замке Дракулы. К сожалению. Давайте попробуем еще раз. Game over continue? Конечно, continue. Можно, да, здесь продолжить? Спасибо большое. Еще раз давайте попробуем. Что-то я заинтересовался в прохождении кратеньком таком. Чтобы вам показать просто на что способна эта игрушка. Так. Я тебе стрельну. Я тебе стрельну. Так, аккуратно. Ну, управление очень отзывчивое, на самом-то деле. Хотя многие почему-то критиковали это управление. Я не знаю, с чем это связано было, но реально, как по мне, так управление классное. Пауканчики. Так. И здесь нужно просто шибануться вниз. Аккуратненько. Потрясающе. Так, все получилось. Здесь мы уже запомнили все ходы-выходы. Блин, ски, и рука. Про руку я вообще забыл. Ладно. Так, аккуратно. Поехали. Здесь мы сами управляем этой штукой, но, как вы видите, я облажался на этих панельках. Так, хорошо, пробуем. Центр. Ее невозможно завалить, это призрак. Да, вот нужно по центру стоять и не паниковать, потому что мы всегда успеем перепрыгнуть. Почти успели. Угу. Некоторое время она будет вот так вот летать, здесь перемещаться, но ничего нам она просто так не делает. Она просто, да, вот убегает, это призрак женщины какой-то или что там, что-то такое. Так, по-моему, здесь нужно проваливаться, потому что не везде здесь можно провалиться. Я помню, есть курьезные очень уровни такие, где вы просто-напросто провалитесь на какие-то шипы или падаете в ямь еще какую-нибудь. Так, смотрите, вверх всегда внимательно, ибо здесь вот могут быть вот такие вот морды, которые у вас стреляют. Блин. Вот гадство, вот гадство. Вот это залет. Ну ладно, понял. А, все. Эта леди больше появляться здесь не будет, да? Нет, я пойду дальше. Все-таки. Все-таки пойдем дальше, сходим. Отлично. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Можно регулировать силу прыжка. Вот это примечательная возможность, кстати. Как, смотря как вы нажали, вы так и прыгнете, высоко или низко. Непосредственно. Так. О, есть-есть-есть-есть-есть. Отлично, жизни подкопили себе немножко. Есть фонарик. Фу. Посмотрите на эти окна. То есть, вот я когда играл, я всегда думал, вот окна. То есть, для чего-то это все строилось, кто-то это делал. Заросшие мхом кирпичи, нагнетающие атмосферу. Так, здесь, по-моему, тактика следующая. Нужно стоять в углу. Да-да-да-да-да. Магнитит он нас. Вот след, след. След, след. Что я говорю? Давай, пропадай. Эй. Блин, не получилось. То, что я хотел. Ну, ладно. Сложно его бить, но надо просто быструю реакцию здесь проявлять. Давай. Твою мать. Вот ты, черт полосатый. Кто это такой, непонятно. Я, честно говоря, не помню. И фильм я смотрел тысячу лет назад. Поэтому ничего вам сказать не могу по этому поводу. Так, поле, давай, свой биополе отключай. Прыгаем. Стреляем. Вот так вот просто его надо валить. Так. Вообще, долго, конечно, здесь боссы валятся. Особенно на харде. Но нужно сконцентрироваться. О, все, все получилось. Потому что у нас были тройные камушки. А тройные камушки выносят просто в хламину все это. А, это был Дракул. Вот я уж как и говорил. Нужно играть на хард уровне. Но для смотра нам этого хватило. Поэтому я с вами попрощаюсь. Ссылка будет в описании. Скачивайте, играйте, наслаждайтесь, пугайтесь. До новых встреч. И пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok